Работа следователя в уголовном деле – верхушка айсберга процесса расследования. Он выдвигает версии, подтверждает или опровергает их, делает заключение. Остальная часть айсберга – работа полицейских по сбору улик и их исследованию. Именно здесь, в этом экспертно-криминалистическом центре, идет процесс разоблачения преступлений со всего региона. В этой лаборатории работа кипит всегда. Вчера привезли несколько ящиков с коньяком и водкой. Есть подозрения на контрафакт. Исследовать в течение недели нужно несколько тысяч бутылок. Еще привезли листья мака для экспертизы на содержание наркотических веществ. И этот велосипед, попавший в аварию. С него возьмут соскоб краски и будут сравнивать с машиной предполагаемого нарушителя ПДД. Помимо исследований спирта, содержащих жидкости, в ВКЦ МВД России по Ивановской области производится исследование наркотических веществ, исследование нефтепродуктов, исследование лакокрасочных покрытий, исследование изделий из драгоценных металлов, почвенное исследование, биологические исследования. Ну то есть спектр исследований, которые производят, у нас очень широк. Сериалы про полицейских здесь смотрят как комедийные. Слишком оборудование там фантастическое. На одной центрифуге телевизионные эксперты могут в мгновение ока провести все исследования. Работа настоящего эксперта гораздо сложнее. Поверхность показывает и зачастую совершенно не то, что происходит на самом деле. Показывает так, чтобы было красиво зрителям. К реальности никакого отношения зачастую не имеет. На этом микроскопе баллистической лаборатории исследуют пули и гильзы от оружия, обнаруженного на месте преступления. Изучают долго и скрупулезно. Работа эксперта рутинная и точная. От заключения лаборатории зачастую зависит судьба человека. Тут не до красоты. Только в кино пистолет можно купить на каждом углу. В реальной жизни эксперты почти не встречают фабричного оружия, больше переделанного из газового или собранного в кустарных условиях. Это установка для отстрела огнестрельного оружия. Либо устанавливается специальный зажим краткоствольное оружие, пистолет или револьверы, либо он снимается и в тиски зажимаются длинноствольные ружья, карабины. Курок будет нажат, когда сотрудник уйдет на безопасное расстояние. Выпущенный из оружия пули пролетает через рамку с датчиком, показывающим скорость. Так выясняют поражающие свойства пули. Это лаборатория так называемого «мокрого дела». Но речь идет не об убийствах. Здесь расположено оборудование для фотофиксации. На планшет под установкой «Улару» складут предмет, в данном случае зажигалку. Устанавливают пластину с пленкой, фотографируют. Потом пленку проецируют на фотобумагу и проявляют. А снимок печатают, чтобы потом приложить к материалам уголовного дела. Здесь станки еще советских времен. Нового оборудования для фотолаборатории уже не выпускают. Да и процесс уже изжил себя. Очень жалко, конечно, что мокрый процесс, который, я считаю, является искусством, в отличие от цифровой фотографии, которая доступна каждому, подходит к своему историческому завершению. То есть можно считать, что эпоха старой фотографии завершается. Пока одни технологии сменяют другие, криминалистика развивается. Преступлений совершается много. Злоумышленники становятся хитрее. Без данных лабораторий процесс расследования дел просто встанет. Полицейские шутят. Их профессия – сыщика-эксперта – может посоревноваться за звание древнейшей.